А там кусок на стороне кусок. Я на потолке не буду писать. Магнитная сила, сила Лоренца. На заряд движущейся, обязательно движущейся в магнитном поле действует сила, которая определяется таким законом, который написан здесь. Мы ее индексом М снизу обозначим. Это та самая формула, которую в школе писали. Векторное произведение скорости частицы на индукцию магнитного поля и умножить на заряд частицы. Больше она ни от чего зависеть не может. Из этой формулы сразу понятно, что на B. Правильно ты говоришь? Об этой индукции магнитного поля. B индукция магнитного поля. Если нарисовать, то в плоскости рисунка у нас есть два вектора B и B. Угол между ними альфа. И получается, что сила всегда действует перпендикулярно к скорости. Перпендикулярно направлению скорости, поскольку скорость это один из сомножителей векторного произведения. Вот в данном случае куда сила будет направлена? На этом рисунке. А от B на сколько направлено? Да как на рисунке? Ну, я не знаю. Все плоскости рисунка. B направлено под углом 45 градусов вверх, а скорость направо. Там же по правилу направлены кидеры. Да не об этом речь. Куда направлено? Она перпендикулярна обоим векторам, то есть перпендикулярна плоскости рисунка. Значит, или к нам, или от нас. А чтобы узнать, к нам или от нас, мы берем первый вектор, вращаем в направлении второго, по кратчайшему пути. Значит, вот в этом направлении. И получается, что у нас, если завинчивать винт или штопор, то у нас будет к нам направлена сила магнитная. Часто эту силу называют силой Лоренца. На самом деле, сила Лоренца названа в честь Лоренца, который ее экспериментально открыл. И которая записывается таким выражением. Сумма силы действующей стороны электрического поля. И отдельно со стороны магнитного поля. Вот терминология такая, что эта сила называется силой Лоренца. Тема вам это из школы знакома, поэтому особо не будем распространяться. Хотя пару задачек давайте решим, потому что они будут встречаться. Если у нас есть магнитное поле внешнее, в нее влетают три частицы. Одна летит со скоростью V, положительно заряженные. Все скорости одинаковые по модулю. Три одинаковые положительные частицы, одинаковые массы, влетают в магнитное поле под разными углами. Направление разное, поэтому обозначим V1, V2, V3. Спрашивается, какая сила, на какую частицу будет больше действовать сила. Где угол что? Меньший. Чем меньше угол, тем больше сила. В векторном произведении стоит, если мы раскроем это векторное произведение, будет стоять произведение модуля на модуль и на синус альфа. Там, где у нас синус будет больше, то есть в этом случае, где у нас V1, сила F1 будет больше всех, сила F2 будет больше, меньше, а сила F3 вообще будет равна нулю. Поскольку угол здесь между ними равен нулю, а синус нуля равен нулю. Ты так хотел сказать, да? А что такое нормальность называешь? Ну и вторая задача типичная, это найти, поскольку такие задачки будут решаться. Если частица у нас улетела, скорость V направлена все время так, а ускорение получается у нее направлено все время перпендикулярно скорости. Поскольку сила Лоренца перпендикулярна, ускорение в отсутствии электрического поля силы Лоренца будет равна магнитной силе. Ускорение было силе магнитной, деленное на массу частицы. Чего это ускорение может со скоростью сделать? Может она изменить длину вектора, модуль скорости? Почему? А почему нет? Ускорение нужно, чтобы модуль скорости принять? Ускорение, но разве и затем не нужно, чтобы модуль скорости принять? Уфига еще ускорение нужно. Ну тогда расскажу такую историю, может поможет вполне понять. Капица такой, знаете, был, да? У него отец был в Нобелевский лауреат Петр Леонидович Капица, который в Англии работал. А у них был, у него был отец, академик-кораблестроитель Алексей Николаевич Крылов, который написал книжку и всякие хорошие истории там рассказывал про царские времена. Он был близок к президиуму Академии наук, в те времена Академия наук была очень мощная. И там такая история была, когда он пришел на прием к Николаю Второму. И тот его спрашивает, ну как там дела у нас в Академии наук? Он говорит, пришло очень много молодежи, которые ничего не могут. И они вперед толкать науку не могут, потому что слаба. Назад мы не даем. Так она ее вбок, вбок, вбок толкает. Это вот как раз про эту силу тот самый случай. Что вектор, новый вектор скорости, может получиться после того, как мы к ней прибавим сюда ускорение умножить на дельта Т. И получится новый вектор скорости, длина которого не изменится, то есть модуль будет равен константе. И под действием силы Лоренца этот вектор скорости будет просто поворачиваться в пространстве. Частица, конечно, будет перемещаться все время. И траектория частицы получится у нас в виде окружности, да. Окружность не очень у меня получилась. И первая типичная задача стоит в том, чтобы посчитать, что такое радиус окружности, чему он равен. Понятно, что это рассчитывается только из второго закона Ньютона. И записывается таким образом МА равно... Единственная сила, которая действует, сила магнитная. Сила магнитная, которая действует, направлена к центру. И создает она центростремительное ускорение. Поэтому пишем МВ в квадрате разделить на Р. То есть нормальное ускорение. А здесь у нас получается та самая сила, которую мы писали. КУ умножить на В умножить на Б. И поскольку у нас скорость индукции магнитного поля взаимно перпендикулярная, то здесь будет стоять синус 90 градусов, который равен единице. Ну и понятно, что чтобы радиус найти, мы должны сюда его перенести. И у нас получится МВ, деленное на КУБЫ. Поскольку МВ это у нас импульс частицы, можно записать так. Импульс частицы, деленное на КУБЫ. Эту формулу запоминать не надо, а на экзамене надо уметь ее выводить. Простая формула. Ну и на основе этой формулы разные задачки. В однородное магнитное поле, которое направлено вот в нас, влетают две частицы с разными скоростями. В1, В2. И массы у них разные. М1, М2. Если у них скорости одинаковые, а массы разные, то надо сказать, какая масса больше. Поставить правильный знак. Больше равно. Меньше. Ну да, формула, которая здесь стоит, написано, что радиус прямо пропорционален массе, если все остальное одинаково. Раз у нас скорости одинаковые, а про заряды ничего не сказано, хотя про заряд тоже надо сказать, что они тоже одинаковые. То тогда понятен ответ. Ну и если у нас теперь третий случай. Есть магнитное поле, и частица влетает так, что направлена под углом альфа, ее скорость к вектору магнитной индукции, то частицы рассматривают как движущиеся в двух направлениях. Если мы этот вектор разложим на две составляющие, V вдоль направления и V перпендикулярно направления. Вектор VB будет направлен вдоль, а вектор V перпендикулярно будет направлен поперек. Это у нас не проекция написана, а написаны как раз составляющие скорости. За счет скорости VB у нас не возникнет никакой силы магнитной, поскольку они параллельны с магнитным полем. А здесь будет у нас сила действовать, направленная к центру, и будет какое-то вращение по окружности. Если бы у нас не было VB, то частица вращалась бы по окружности, но поскольку у нас еще есть составляющая скорости VB, то частица будет одновременно перемещаться направо. Ее траектория будет иметь вид спирали. В пространстве шаг этой спирали называют буквой, можно назвать лямбда, шаг в спирали. И понятно, что за время, равное одному периоду, буквой T большой, обычно период обозначает, период обращения, время, за которое полный оборот совершается. И здесь мы должны написать скорость V перпендикулярная. Период я искать не буду, а вы, дом, сами посмотрите, как это делается, то есть на экзамене надо уметь его искать. А следующий у нас заголовочек, это будет сила ампера. Сила ампера тоже определяется выражением, которое получено экспериментально. И она записывается таким образом. Если у нас есть проводник, находящийся в магнитном поле, то на элемент тока, ИДЛ, будет действовать сила, которая определяется таким выражением. Векторное произведение. Про силу ампера тоже вы писали, только вы там длинные проводниками оперировали. А здесь, наверное, можно тоже так же делать. Мы рассмотрим применение этой формулы на таком простом случае. Ну, понятно, что если мы захотим искать на какую-то конечную длину, силу, действующую на элемент длины какой-то конечной, то мы должны будем проинтегрировать по длине, каждый раз, учитывая направление этого векторного произведения, ИНОДЛ умножить на Б. То есть взять такой интеграл по Л. И простейший пример рассмотрим взаимодействие двух параллельных проводников, по которым текут одинаковые токи, даже не одинаковые, а разные токи, И1, И2. И рассчитаем силу взаимодействия между этими проводниками. Если расстояние между проводниками обозначить буквой Б, то магнитное поле, которое будет создавать проводник И1, в том месте, где у нас находится проводник И2, магнитное поле Б1, его обозначим, будет направлено в какую сторону? Когда речь идет о векторных произведениях, всегда правило правого винта работает. Поэтому здесь будет от нас. Если мы проведем силовую линию, она будет иметь вид окружности, ИБ1 мы рассчитывали. У нас получилась формула, которая Мю нулевое И1, деленное на 2ПБ. Это магнитное поле, которое создает первый проводник в том месте, где находится второй проводник. И по силе ампера у нас на второй проводник будет действовать сила. Теперь посмотрим, куда будет направлена эта сила. Элемент тока ИДЛ, который стоит здесь, это элемент тока И2. Он направлен вверх. И, 2, ДЛ. Магнитное поле направлено от нас. По правилу Буравчик, оно создается током И1. Куда будет направлена сила? Надо первый вектор ИДЛ вращать в направлении второго, и получится, что у нас сила будет направлена влево, то есть они будут притягиваться друг к другу. Понятно, что на первый проводник будет такая же сила действовать направо. По модулю точно такая же. Сила ампера, действующая на единицу длины, или на длину L, будет теперь по этой формуле определяться таким выражением. У нас вектора перпендикулярны друг к другу, поэтому здесь запишем просто модули. И умножить на L, L это будет длина второго проводника. Какой-то элемент длины выделим, конечный. А вместо Б подставим эту формулу. Мю нулевое И1, деленное на 2ПиБ. Сила взаимодействия между проводниками будет зависеть от величины первого тока, второго тока, и будет обратно пропорционально расстояние. Формулу, которую тоже выводить не надо, помнить не надо, а выводить надо уметь. То есть эта задачка такая проста. И теперь тема, которой в школе не было, и которая поэтому не очень знакома, и не очень понятна сразу. Контур с током в магнитном поле. Контур с током в магнитном поле. Рассмотрим проводник, по которому течет ток И. В людину нарисована сторона, которая ближе к нам, и здесь ток течет вниз. Это проволочка такая, да. По ней течет ток И. И здесь договорились задавать нормаль к этому контуру, которая связана правилом правого винта с направлением тока. Куда, значит, будет направлен нормаль? Если с правилом правого винта, то она будет направлена на право. И вводят такую характеристику, которую называют магнитным моментом. И которая равна току, который здесь течет, умножить на площадь контура. И умножить на нормаль. Вот эта буква здесь, это буква И. У меня просто пластика нету, сломался. Толстая жирная буква, это И. Ток, который у нас здесь течет. Который я И1 почему-то назвал. Хотя это просто ток И. Эта величина очень удобная, ее называют магнитный момент, рамки с током. И посмотрим, что будет происходить с этим магнитным моментом, если мы его поместим в однородное магнитное поле. Однородным называется такое поле, у которого и направление, и модуль вектора во всех точках одинаковые. Во всех точках пространства. Однородное поле. Выделим какой-то элемент тока. ИДЛ. Сила, которая будет действовать со стороны магнитного поля. Магнитное поле как-то направим произвольно. В. Магнитное поле направлено в плоскости рисунка под каким-то углом нормали. Альфа. Сила ампера будет равна векторному произведению элемента тока умножить на величину магнитного поля. Для того, чтобы просчитать всю силу ампера, мы возьмем интеграл по всему замкнутому контуру, который мы буквой L обозначим. Контур, по которому течет ток И. Понятно, что ток у нас константы, мы его вынесем. И останется у нас здесь ДЛ умножить на Б. А? Векторное произведение. Поскольку у нас Б тоже константа, то мы давайте здесь сделаем так. Зададим направление это, какой-то буквы, ну пускай скажем вдоль оси Х направлено единичным вектором и обозначим это направление. Направление И это направление вдоль оси Х. Единичный вектор. Но то же самое, что ЕХ обозначают. Единичный вектор вдоль оси Х. И тогда мы Б сможем вынести. Под интегралом останется векторное произведение ДЛ умножить на ЕХ. Ну я не знаю, очевидно, не очевидно, если мы будем брать такой интеграл, то у нас получится здесь 0. ДЛ у нас будет меняться, образуя замкнутую фигуру, все элементарные ДЛ. А Е все время будет направлено одинаково. Синус у нас будет входить все время с разными знаками и в сумме получится 0. Может быть, можно записать еще по-другому, чтобы было понятнее. Давайте И вынесем вот сюда. Интеграл по замкнутому контуру запишем внутри векторного произведения. И здесь напишем ДЛ. АБ из-под интеграла вынесем. Но внутри векторного произведения ДЛ останется. Из-под интеграла мы ДЛ вынесли, потому что у нас это константа, поле однородное. И вот здесь уж про этот интеграл наверное понятно, да? Интеграл с кружочком ОДЛ чему будет равен? Если мы ДЛ все выстроим друг за другом, то они образуют замкнутую фигуру и сумма будет равно 0. То есть вот этот интеграл будет равен 0. То есть на замкнутый контур на контур с током не действует сила. Не действует сила ампера в однородном магнитном поле. На контур с током не действует сила ампера в однородном магнитном поле. А для того, чтобы рассмотреть что будет у нас с контуром помещенным в магнитное поле давайте нарисуем прямоугольную рамку у которой нормально направлено вот так и вопрос теперь обратное куда направлен ток должен быть чтобы так нормально была направлена как должен течь ток это вот толстая сторона ближе к нам направо находится и это толстая если смотреть навстречу вектору нормале как будет направлено направлен ток будет направлен против часовой стрелки то есть вот так это контур по которому течет ток и ну и понятно что он течет для того чтобы замкнуться по той стороне противоположной течет в противоположном направлении и так далее а магнитное поле возьмем направленным горизонтально векторы n и b лежат в плоскости рисунка nb в плоскости рисунка на этом наверно трудно будет рисунке это общий вид чтобы было понятно о чем речь идет а мы теперь нарисуем такое вот сечение по ближней стороне ток течет от нас по этой вниз течет по этой стране течет от нас и а по этой стороне течет к нам и по стороне которой нас так и загороженной сейчас который не вид там течет ток в сторону противоположную вот этой стрелке магнитное поле направлено горизонтально а нормаль перпендикулярно плоскости этого контура как будут направлены силы ампера действующие на разные стороны этой рамки для силы ампера наверно помните из школы она здесь годится более простое правило чем правило буравчика правило левой руки без наклеет значит левая рука нарисована ладонь если до 4 пальца мы направим вдоль направления тока силовые или не будут втыкаться внутрь ладони то большой пальц будет показывать направление силой ампера или силы магнитной да но тогда у нас вместо скорости сюда на место и надо сюда направить скорость частицы положительно заряженной если теперь пользоваться этим правилом левой руки правило левой руки то куда бы действовать сила направленная на ток находящийся вверху вот здесь наверху который к нам течет сторона которая перпендикулярно плоскости рисунок сила должна быть перпендикулярно б и перпендикулярно толку если немножко подумать то можно сказать что она будет направлена вертикально вверх силу соображения симметрии можно сразу сказать что здесь сила будет направлена вертикально вниз поскольку длинный сторон одинаково углы все одинаковые то эти силы будут равны по модулю на силы которые направлены вот таким образом на токи которые будут направлены под углом в плоскости рисунка можно доказать что сила будет направлена здесь у нас к нам а на противоположной стороне точно такая же сила будет направлена от нас они будут рамку стараться деформировать да но рамку у нас прочно ее не деформировать и понятно что возникает пара сил который стремится развернуть эту рамку до какого положения они будут ее вращать пока нормально не совпадет с направлением бы пока плоскость рамки не будет перпендикулярно линиям силовым линиям в и тогда у нас эти силы тоже будут стремиться деформировать рамку и уже не будет никакого вращения возникать можно сейчас с величиной сил этих разобраться и доказать что момент сил который будет действовать на эту рамку вращательный момент то что вы называли парой сил будет здесь определяться такой формулой магнитный момент рамки с током умножить на b вращательный момент ну и для пм я напомню что это у нас величина которая называется магнитный момент рамки с током если мы будем вращать такую рамку находящиеся перпендикулярно расположены перпендикулярно силовым линиям то у нас рамка будет сопротивляться будет возникать сил момент сил который стремится вернуть эту рамку в положении равновесия если мы этот момент умножим на угол альфа то мы найдем работу которую необходимо совершить для того чтобы эту рамку разве м первая буква магнитный момент умножить на д альфа но можно еще есть направление поставить векторов поскольку альфа мы определяли как вектор скалярное произведение и можно доказать что потенциальная энергия которая обычно дубль в обозначают если у нас здесь была формула записываем через векторное произведение то здесь будет та же самая формула записано через скалярное произведение только отчета не хватает в этой формуле чего сейчас попробуем разобраться если у нас рамка с током направлены так что у нее магнитный момент п.м. и б. совпадают то находится в состоянии равновесия потому что здесь момент сил равен нулю если мы теперь рамку немножко толкнем чтобы вывести из положения равновесия честь не произойдет она вернется то есть такое положение равновесия называют устойчиво или неустойчиво устойчивое положение равновесия да если мы рамку развернем так что она будет ее магнитный момент будет направлен в противоположную сторону б то момент сил тоже будет равен нулю но это будет неустойчивое положение равновесия потому что как только мы сместим немножко магнитный момент сразу возникнет опрокидывающий момент который поставит ее вдоль поля сориентирует магнитный момент всякая система стремится в положение равновесия почему она стремится в это положение равновесия может сказать потому что сумма сумма сил там будет равна нулю положение равновесия а можно сказать по-другому что там потенциальная энергия будет минимально поэтому вот в этом положении потенциальная энергия должна быть минимально если мы потенциальную энергию записали в виде скалярного произведения пм умножить на б то здесь будет косинус стоять и косинус будет равен единице то есть как раз будет максимум чтобы здесь получился у нас минимум мы должны поставить знак минус и вот это выражение описывает потенциальную энергию которая имеет рамка стоком находящиеся магнитном поле про эти две формулы потенциальную энергию момент сил есть много задач то есть эти формулы надо знать вы умеете использовать и они будут часто дальше встречаться в неоднородном поле рамка стоком в неоднородном поле в неоднородном поле магнитном поле поле б если мы рамку стоком предоставим самой себе то она сориентируется во первых так что у нее магнитный момент будет направлен вдоль силовых линий магнитного поля но в том месте где у нас находятся токи магнитное поле будет направлено не горизонтально то есть силы будут направлены сила ампера действующие на разные элементы тока будут направлены перпендикулярно магнитным линиям поскольку сила ампера определяется как векторное произведение через ток это ток умножить на дл умножить на б и если мы рассмотрим эти элементарные силы действующие на элементы тока на контур в разных местах получится что у нас суммарная сила будет отлично от нуля в неоднородном поле и куда эта рамка будет нас стремится что будет происходить с этой рамкой если мы ее предоставим самой себе она уже повращалась встала вдоль поля теперь они момент равен нулю суммарная силы досталось который действует направлено влево и эта сила вызовет перемещение рамки если теперь нарисовать другой рисунок теперь у нас сильное поле находится справа а слабое поле находится слева и здесь поместим такую рамку с током сила которая возникнет опять будет направлена перпендикулярно силовым линиям b и образует такой венчик понятно что сила теперь действующие суммарное будет направлено будет отлично то ли направлен направо как же это общее правило вывести куда будет направлена сила действующая на рамку стоков в неоднородном магнитном поле чё общего то этого рисунка сверху и у рисунка снизу в сторону более сильного поля если мы берем рамку стоком помещаем магнитное поле то она всегда стремится туда где самое сильное поле ну и тут помогает наверное помните в школе где-то классе седьмом на рассказывали вам что в проводнике есть атомы даже не проводники а фэромагнетиках или просто в магнитных веществах магнитах чем определяются магнитные свойства вещества электрон вращается по орбите вокруг ядра если мы выделим здесь элемент тока ну поскольку у нас есть круговой ток вызываемый этим электронам по ближней стороне ток направлен вниз значит куда будет направлено магнитный момент этого орбитальный магнитный момент этого атома по правилу бравчика определяем по нормале будет направлено сюда если мы приложим магнитное поле то у нас все эти магнитные моменты разных токов сориентируется в одном направлении п.м. в одном направлении не смогут сориентироваться поскольку у нас есть тепловое движение вызывающее разбрасывание по направлениям этих электронов но суммарный теперь магнитный момент будет направлен направо если поместим в магнитное поле конечно и вот теперь принцип действия магнита который называется электромагнит про который вы все знаете обмотка в которой текут токи здесь скажем от нас направленные а здесь к нам направленные но если рисовать то эта катушка такая с проводом по которой течет ток и ток катушка многослойные но втягивающий магнит найти народа у которого есть якорь а якорь представляет из собой такой железяку которая сделана из формагнитного материала из железа чаще всего из стали что будет происходить с этим я крема с ним включим электромагнит поскольку магнитное поле создаваемое таким магнитом будет неоднородно то он втянется в середину но поскольку у него здесь будет какая-то скорость он проскочит это положение и выскочит другую сторону на такое же расстояние его опять будет втягивать в область более сильного поля после того как она поколеблется он остановится посредине где у нас поле имеет максимальную величину то есть тянется внутрь этого электромагнита что будет если мы переменной то пустим а будет то же самое абсолютно да потому что мы просто будет меняться направление магнитного поля внутри этого же этой железяки который здесь получилось но она среди будет втягиваться в область более сильного поля который всегда будет в центре за счет того что у нас будет перемагничиваться железо она будет просто нагреваться сильно значит можно про эту штуку написать что она втягивается в область наиболее сильного поля втягивается в наиболее в область наиболее сильного поля лабораторную работу уже многие делали про магнитное поле земли там был такой длинный соленоид для того чтобы он создавал магнитное поле по праву допускали ток и тут много витков намотанного один слой и внутри создается магнитное поле магнитное поле конечно неоднородно силовые линии магнитного поля имеет такой вид длина этого проводника намного больше чем его диаметр то есть называют его поэтому как раз длинным соленоидом и в центре соленоидом можно считать на небольшом участке поле однородным нам нужно там было однородное поле вопрос теперь такой вот на основании того что вы знаете вот сейчас можно сказать во сколько раз поле на краю поле меньше чем на краю соленоида меньше чем в центре если он очень длинный известок что очень длинный соленоид задача формулируется так есть длинный соленоид по которому течет ток и создающий магнитное поле если мы смотрим в центре поле и боли на краю во сколько раз это поле на краю меньше чем в центре условия только одно что он очень длинный и второе условие которое вы уже знаете что магнитное поле тоже подчиняется принципу суперпозиции то есть если у нас есть несколько токов которые создают магнитное поле суммарное будет складываться как векторная сумма полей сдаваемых разными токами чему-то но идея понятно чего хотите сказать а на самом деле сказать на по-другому это если мы половину соленоиды отрежем поскольку он бесконечно это будет совершенно незаметно и тогда поле вот в этом месте у нас уменьшится понятно в два раза потому что она создается и левая половина и правой половины и будет здесь поле б нулевое пополам а соленоид остался точно такой же бесконечно большой видно что на краю этого соленоида поля в два раза меньше чем в центре но идея правильная и ответ здесь простой сразу можно из вопросительного знака вот здесь написать равно 2 а сколько осталось до конца но про дивергенцию ротор вы особо не не это самое да не надо лучше до перима гаусса для магнитного поля какой бы мы не взяли поверхность с силовые линии у нас всегда будут проходить через это так что сколько линии вошло столько и вышло поток всегда поток вектора b который записывается виде такого интеграла по замкнутому по замкнутой поверхности с всегда будет равен нулю в правой части у нас пишется сумма заряда сумма зарядов которые создают это поле и была такая теория что магнитные заряды по отдельности существуют есть отдельно северный полюс и отдельно южный полюс в теория такая создана и отдельно северный полюс называли монополием дирака мы подтверждение экспериментального не нашли существует такие монополи то есть монополь теоретически можно представить такую теорию что отдельно существует северный полюса и южный есть такая теория но экспериментально она не подтверждена ну и задачка которая задачка который решать не надо которые надо просто акте когда-нибудь она придет решение придумать одна иголка намагничена вторая не намагничена и надо если у вас ничего больше нет даже магнитного поля земли нет узнать какая из них намагничена есть только две иголки листочка нет руки только есть банки нету магнит не дергает к чему прилипнет к руке не прилипнет если у тебя не железная рука ну и наоборот будет действовать сила и наоборот будет действовать нету больше ничего нет земли нету есть только есть только ты с руками с ногами даже железных зубов нет ворота я первый спросил мне как ты прям но не особо парить себе сказал не только вокруг нас вообще ничего нет да есть только ты и две иголки земли нету если руки сухие электризуют сюда но там электрическое поле с электричеством никак не взаимодействует магнитное поле нет в организме железо если есть она так мало его что тебя по крайней мере никаким сильным магнитом не возьмешь сейчас в россии строят алюминий вообще во всем мире строят алюминиевые заводы поскольку метод добывания обычно при производстве алюминия электроэнергетический был такой школе да и там магнитные поля делают такие огромные что заставляет перед тем как войти туда снять часы и демонстрации там самое главное берет огромный ключ такой амбарные ставят его на руку не ключ так стоит и качается очень сильные магнитные поля и на человека никак не действует если пряжку ремни остальное ничего страшного в этом нет но закон полного тока или называют теорема циркуляции обожаемый контур в пространстве нарисованы мы сами нарисовали нарисовали такой конкур что контур что есть три проводника с током первый ток направлен вверх второй ток пронизывает контур направлен вниз третий контур тоже вниз и четвертый контур вниз поскольку это закон полного тока который часто называют теорема циркуляция но тем не менее он остается законом то это их экспериментальная вещь который экспериментальным выведена экспериментально получена получена путем обобщения экспериментальных данных и она говорит вот такую штуку для того чтобы считать циркуляцию выбирают правила обхода если выберем вот такое правило обхода как здесь нарисовано то у нас с этим правилом обхода будут связаны правилам права винта токи и 2 и 3 и 4 поэтому они будут входить сюда со знаком плюс а ток и 1 будет связан с правилом обхода с противоположным знаком а ток и 4 не будет пронизывать этот контур поэтому не будет давать никакого вклада в циркуляцию вектор магнитного поля вот это записано теорема циркуляции или часто его называют закон полного тока в частности в савелье называют закон полного тока а сможет скобра иголки да да я не знаю а а того что написано легче вообще не скажу а это какая тема теперь не было и куда она поддвинуть вы находитесь в голову в середине в голову в голове поддвинуть просто надо вот так не надо и куда притягиваться и куда притягиваться будет так которая намагничена по лампу а не вот так дворок так советуйте в твердых дыхание поддвинуть что хотел то есть я тюсу намагничен если я тюсу не намагничен если я тюсу не намагничен то есть ты убегдежда ты же почувствовала что тюсу 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 больше чем я я все все есть универтия с ними с ними если мы гвоздики железный рассыпь по столу и потом сверху магнит при приблизим куда они притянутся гвоздики нет притягиваться когда они будут каким частям магнит они притянутся они будут притянутся ближе к плюсам а в центре они притягиваться не будут если ты заходишь сюда вот гвоздик примагнитить то он сюда прилипать не будет вот этим свойством а играют берут один одну иголку в виде пробника такого гвоздика и начинают перемещать если здесь притягивается здесь притягивается везде притягивается то значит эта иголка намагничена сама а если у нас здесь пойдет притягивается здесь не притягивается а потом опять притягивается то значит намагничена лежащая иголка то есть между полюсами на одинаковом расстоянии у нас поле магнитное так сориентировано что она параллельный поэтому притягивать сюда никак нельзя поле соленоида и тороида соленоид это длинный магнит по которому течет ток запущен а тороид тороидом называется такой длинный соленоид который свернут в баранку бублик это тор а тороид это который ну объемная фигура мы рассчитаем простейший случай когда у нас поле однородно то есть вблизи центра такого соленоида или очень длинного соленоида длинный соленоид он характеризуется тем что у него внутри поле однородное и чтобы его посчитать выберем это проводники по которым ток течет к нам в увеличенном виде нарисованы а снизу будут проводники по которым ток течет от нас а контур мы выберем такой чтобы часть этих проводников попала внутрь контура правила обхода по часовой стрелке направление обхода внутрь нашего контура попала n витков для этого контура l можем записать теорему циркуляции циркуляция будет зависеть от числа витков которые внутрь попали поскольку у нас длинный очень солидоид магнитное поле снаружи отсутствует а внутри оно однородно а участки вертикальные очень малы так что у нас циркуляции по ним можно пренебречь и потом циркуляция здесь будет у нас считаться каким как скалярное произведение внутри если мы напишем b а правило обхода выбрана по часовой стрелке поэтому дэль будет перпендикулярно и вся циркуляция сведется у нас к тому что мы умножим b но l б который находится внутри соленоида только внутри а справа будет n и на мел но с ноликом а это . запятой в центре соленоида там где он создает однородное магнитное поле будет иметь такой вид н число витков которые попали внутрь контура а тут мы н большое поделили на л когда вот л перенесли налево и ввели такую характеристику которая называется n маленькая а там была большая н а мы ее поделили в l раз уменьшили и стала n маленькая ничего больше она не значит если мы теперь возьмем соленоид то в соленоиде вводится такая характеристика как средняя длина пути вот это величина назовем буквой r и мы проведем здесь как раз такой контур который будет совпадать состоит с этой средней линии тороида число витков обозначим м а тот который сюда запущен назовем буквой и магнитное поле которое будет создаваться центре ну прям по той формуле которой мы уже один раз писали мё нулевое умножить на и умножить на n и разделить на 2 пи r мё ну и